Всем привет, ребята! Ну, я нахожусь на кладбище в городе Туля. Церковь двенадцати апостолов, или, по-моему, всех святых. Вот такой здесь памятник красивый, еще старинный. Ну что, поехали. 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 Да, крест отвалился Смирновый Луковая Луковая Вот такой гроб здесь лежит Все время хочу посмотреть что здесь такое Еще посмотрим Дорогому брату От Га Сырова Тольский мещанин Гавриил Никичич Кабанов Гавриил Никичич Кабанов Скончался 15 июня 1902 года 80 лет Часи Да, получается этот гранитный хруп здесь уже стоит с 15 июня 1902 года Сколько лет тоже Сейчас 2020 Даже посчитать тяжеловато Сейчас Сейчас надо посчитать В уме Да, получается 118 лет Вот Как похоронили здесь этого Кубанова Гавриила Никитича Тольский мещанин Прямо на крайне Значит, какой-то он был Представительный Не в глубине кладбище А как бы На дороге Так, ну это уже свежие мыкилы Поедемте сюда съездим Тоже дорожка Ух ты Здесь прям вся семья Но все, конечно, заросшее Подойти, конечно, к могилам почти невозможно Не знаю, конечно Кто за этим должен следить Сами горожане или Кто-то еще Но все, конечно, в плачевном состоянии В плачевном состоянии Стыдно, конечно Все повалено Все повалено В таком жутком состоянии Могилы, конечно Жесть Какая-то бабушка умерла Так, а это Да, уже не прочитать Что там на могилах написано Дубов А вот Как говорится Когда были первые захоронения Непонятно Да, здесь вообще не осталось Познавательных знаков Ну, кто-то ухаживает Цветочки посадил Да, вот Плита вообще упала Вообще Плита вообще упала Вообще Блин Да, не подойдешь Да, не подойдешь Да, не подойдет Интересно, что там Доехать посмотреть Давайте доедем, посмотрим Надеюсь, там меня Клещи не съедет Такие буреломы Ёлки-палки Здесь вообще мать его удивит Ёлки-палки Да Вот откуда я приехал, ребята Ужасы Да Да, тут, по-моему Находится Зона Да Зона Тут, наверное, близко не подойдем Все заросло Вот Последний раз здесь хоронили в 67-м 68-м году Шарапова Василий Иванович Шарапова Татьяна Ивановна Разница вот Ну, чтоб поехали назад Вот Шесть Я, наверное, здесь В этом году первого сюда приехал Даже никто еще не притоптал травку Поехали О, памятник Память жертвам революции 1905-го года Чуси Память жертвам революции 1905-го года Посмотрим Чуси Никогда не знал, что здесь есть памятник такой Здесь, получается, захоронены Или это просто памятник Не знаю Так, туда не пойдем Однозначно Ну что, едем назад Да, здесь, конечно, наводить порядок и порядок Да, здесь, конечно, наводить порядок и порядок Жуткое запустение, конечно Даже захочешь могилу не найдешь в таком В таком бардаке Все заросшее Только зимой, когда трава спадет А зимой здесь снег Летом грязь Так, и не подойдешь Так, и не подойдешь Опа Все у нас сегодня По центральному кладбищу Тулы Ух ты, прям в какую старую Ничего не осталось Сельгеев 53-й год В общем, здесь повезло только тем родственникам, у которых могилы Рядом здоровый Потому что туда, конечно, пройти невозможно Вот это беленькое растение, я не знаю, но прям, конечно Везде Цветочки беленькие Цветочки беленькие Корнеев Бабушка Бабушка Так, там аллеи свалы Давайте сюда заедем сбоку Посмотрим, что здесь Да, там магию вообще не видно Вдалеке Один лес и трава, Трухин, Ситников, Баранцов. Андреев. Красивые цветочки какие, военные. Так, а здесь я ни разу не был, смотрите, что это. Это тоже такой большой мемориал. Сейчас здесь посмотрим, что это. Так. Креков. Что-то вообще прям ничего не видно, что написано. Да, флаги что-то прям совсем обвисшались. Могли бы к празднику, конечно, обновить. Так, наши солдаты, погибшие во время Великой Отечественной. Так, сейчас прочитаем. Списки здесь, конечно, большие. Так, да, 42-й год. Старший лейтенант. Это, наверное, скорее всего, захоронение нашли. Я так думаю. Потому что дата смерти не стоит. Скорее всего. Да, непонятно. То, что солдаты Великой Отечественной войны, однозначно. Вот. 41-й. Так, может быть здесь. Кто здесь такой-то? Младший лейтенант Греков. Алексей Георгиевич. Елки-палки, вообще ничего не видно. Надо, конечно, птичку-то обновить. Да. Командир. Ничего не разобрать. Поехали дальше. Здесь какое-то большое захоронение. Надо сходить посмотреть. Да, подойти, конечно. Тяжело будет. А, нет. Тропиночка есть. Получается. Народ ходит сюда. Так. Ух ты. Техник лейтенант. 27-й. Погиб. Погиб. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Это, по-моему, лючки какие-то разбились. Погибли при сползании служебных обязанностей. Не видно. Звенка служебных обязанностей. 3 марта 55-го года. Гвардии полковник, гвардии полковник. В 55-м году что же случилось? Интересно. Давно это было. Какая-то у нас катастрофа произошла, получается, в Туле здесь. В 55-м году. В 55-м году. Большое кладбище. Даже очень. Конечно. Заброшено. Конечно. Пойдемте съездим на линии славы, я так понимаю. Пойдемте съездим. Если это делаем здесь. Його, идет им. И угас надеемся. Их- va-п YH�. 1945-1995 здесь похоронены наши бойцы здесь похоронены солдаты сержанты не видно погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года специальный коспром специальный коспром специальный коспром бинцер Витя Поправляются Витя 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 Надо поднять Разлетелся венок Упал От ветра Не закрепили его что Сейчас нормально Сейчас только уйдем Здесь что-то меняют Витя 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 Здесь конечно Тяжеловато ехать Стоп Начальник штаба Тульского рабочего полка Старший лейтенант Василий Афанасьевич Погиб в боях Под Городом Юхновым От Тульского Землячества Города Москвы Да Совсем молодой парнишка Тридцать лет Тридцать лет Тридцать лет Тридцать лет Тридцать лет Все Наверное С зимы валяется Йоки-пап Чего здесь так заросшее такое Видишь по какому-то лесу Борщевик Точно Борщевик Вспомню как называется это растение Борщевик Его просто здесь Весь зарос все кладбище в Борщевике. В общем, здесь надо делать субботник, вот сюда приходить и все упирать. И люди будут благодарны. Даже будут устраивать экскурсии сюда, потому что старое кладбище. Здесь реально есть могила, наверное, жертвам революции пятого года. Какой-то узкий мещанин, кабанов или кабанов. В принципе, здесь, наверное, поднять архивы. Здесь какие-то знаменитые личности наверняка похоронены. Какой-то я там увидел крест. Так, но подойти, конечно, туда будет экстремально. Наверно, дойдем потихонечку. Здесь уже вообще ничего не видно. Так. О, нет, это свежий майон, 1898-69. Савин. Ухаживают люди, смотрите. Молодцы, помнят. Здесь, конечно, неизвестно кто. Такие стаи деревья здесь Иван Иванович Белоусов Родился 6 августа 1841 года С конца 4 мая 1905 года Белоусова Вот там уже, конечно Было 71 год 1 октября 1909 года Скончалась Елизавета Васильевна Белоусов Так, а там Белоусова Ольга Николаевна 1874-62 год Белоусов Константин Николаевич В 1931 году умер Так что такие Белоусы Мы едем дышим аккуратненько Конечно грязь, все валяется Так, куда я тут еду Что сам не знаю А, вон, кстати Церковь Наша Красивая Красивая Зеленский Так, ну что, мы почти уже выезжаем к выходу Иудин А кто здесь похоронен, интересно Стечкино Ксения Борисовна Уважаемые посетители Выносите мусор на ближайшие аллеи Администрации Пойдем Если все в налей выносить То тут Проехать будет невозможно Вот, смотрите сколько Ужас Здесь надо делать спецоперацию Чтоб все это очищать Так, ну вот мы выехали А были мы вон там А были мы вон там Так, вот еще какой-то памятник стоит Давайте посмотрим Вот здесь похоронен Зато похоронен не видно Да, уже ничего не рассмотреть Здесь надо водой поливать Никаких опознавательных знаков Митрополит Георгий Добронравов 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 Родился в 1871 В 1935 году, наверное, его расстреляли, я думаю Так, здесь проезд закрытый Вот 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 Склеп Часть Смогу почитать Место захоронения Семью управляющего Тульской казенной палатой 1852 главу Николая Ивановича Ждановского Проект склепа Усыпальницы Архитектор, академик художеств Строитель ассамблеи Монастыря Чавловской Застяки Александра Гавриловича Бочарникова Такой склеп Часть Здесь непонятно Протеерей Протеерей Понятно Под всем камнем погребен от тела тульского купца Петра Ивановича Дегтярева Родился 26 ноября 18 года Скончался 6 декабря 81 года Жития его было 62 года 10 дней Так, а здесь погребен герой Советского Союза Майор Зайцев Дмитрий Александрович И Беляев Василий Александрович Беляев Владимир Алексеевич Александрович Погиб в 47 году Беляев Владимир Алексеевич Беляев Владимир Алексеевич Беляев Владимир Алексеевич Здравствуйте! Беляев Владимир Алексеевич Беляев Андреев Аминин А здесь что такое не знаю Какие-то гаражи Вот сама стена идет, тоже дорога туда идет. И тупик, там может быть что-то есть, конечно, но туда пройти, конечно, нереально. Здесь проедемся еще, посмотрим. Прямо такое большое у них тут захоронение, Симыкин. Пятьдесят пятый год, так что написано, интересно. Какое-то стихотворение. Видать, давно не открывали здесь уже. А, нет. Нафиг. Здесь есть такая. Пятьдесят пятый год. Пятьдесят пятый год. Вот такой вот памятник Сенченко Николай Никитич. Тамара Федоровна в 67 году погиб. Я так понимаю, какой-то герой. Да, здесь, конечно, работать, вычищать и вычищать. Это нереально, конечно. Нереально, конечно. Пятьдесят. О, здесь, конечно, грязь. Пятьдесят пятый год. Пятьдесят пятый год. В общем, борщевик здесь, конечно, ему хорошо. Пятьдесят пятый год. Пятьдесят пятый год. Пятьдесят пятый год. еда кому-то не не в центре туле по какому-то там это лесу реально как по каком-то деревенском кладбище серьезно мог смотреть красота а это ребята центр тулы здесь хорошо скрываться от жары конечно еду прохладник горщевик прям конец к земле на могилу конечно жесть не проверюсь птички летают какие-то так куда я приехал даже сам не знаю сейчас куда привела дорогу куда-то она привела она привела мне назад мемориал победы как его назвать коллеги героев в конце мы не ходили конечно очень жарко так что назад Да, забрался я, конечно, в трущобы кладбища-то, в центральную. Вот он тоже памятник ставит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...